Прошлая неделя была объявлена президентом страны нерабочей, а граждане призваны к соблюдению самоизоляции. Потом нерабочие дни продлили до 30 апреля, а людям все так же не рекомендуется без острой нужды выходить из дома. Чем же занимаются рязанцы в освободившееся время дома? Мы проанализировали инстаграм и пришли к выводу, что это время можно направить не только на негативные мысли. Например, известный спортсмен и тренер Роман Гавриков дома тренирует дочку. Готова? Я буду сам слушать. Даль, носа, внимание, марш! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Его супруга Светлана тренируется сама и учит ребенка готовить. А еще тесто на что поставили мы с тобой? Тесто для пиццы. Ты мешай, мешай лучше, а то... Домашние тренировки – довольно популярный вид занятий для тех, кто остался дома в целях нераспространения инфекции. Залы закрыты на неопределенный срок, а рязанцы привыкли следить за здоровьем и формой, что не может не радовать. Тем более лето не за горами. Карантин закончится и всем придется выйти на улицы в легкой летней одежде. Об этом забывать не стоит даже на карантине. Блогер и фитнес-тренер Мария тренировочный процесс со своими подопечными не останавливала. Тренировки онлайн – ее обычная практика. Только теперь ей помогает сын Святослав. Но так даже веселее. Не знаю, как вы, а мне нравится утром вставать, радоваться дню, валяться с сыном в кровати, потом бежать снимать для вас свой пресс, чтобы вы не забывали о том, что нужно за собой следить. Второй по популярности занятий рязанцев во время вынужденного домашнего пребывания – кулинария. Готовить те блюда, до которых в обычной жизни не доходили руки. Оформить блюда, как в ресторане. Почему бы не устроить ужин сродни ресторанному дома? Поделиться любимыми рецептами. Поэкспериментировать с разными кухнями мира. Время есть. А готовить вместе со второй половинкой – отдельное удовольствие. Порой недоступное в рабочие будни. Просыпаемся и бежим посмотреть, как же готовятся панкейки. Взбиваем два желтка вместе с сахаром. Отдельно в 100 мл молока добавляем 40 мл подсолнечного масла и вливаем в нашу полученную смесь. Добавляем муку и не перестаем помешивать. Вот как получается. Кто-то работает на удаленке и получает от этого удовольствие, как Алифтина. В своем профиле Instagram она делится размышлениями на этот счет. Рабочий процесс можно чередовать с гимнастикой и рисованием, строить день по удобному графику, а продуктивность даже выше, чем в офисе. Об улучшении результатов говорит и мама юной гимнастки Екатерина. Маленькая Василиса, хотя посещать споршколу сейчас нет возможности, занимается усердно. Самоизоляция закончится. И пусть это время будет для вас не в тягости.